В Европе в прокат выходит один из самых лучших фильмов года, по мнению кинокритиков. Это австралийская картина «Снежный город» режиссёра Джастина Курзеля, для которого она стала первой полнометражной работой. А вот результат – специальное упоминание жюри Фипреси на последнем Каннском кинофестивале и восторженная критика по всему миру. И всё это жуткое и мрачное кино о серийном убийце. Субтитры сделал DimaTorzok Тихая и благополучная Австралия не так часто радует острыми и тяжелыми фильмами. При первом взгляде «Снежный город» кино очень европейское, где же еще так любят фильмы про серийных маньяков. Итак, действие картины основано на реальных событиях. В центре сюжета «Жестокие убийцы», который несколько лет назад действовал в Австралии. История этого убийцы известна под названием «Тела в бочках». По названию уже можно догадаться, как действовал преступник. Именно с этим монстром в какой-то момент знакомится главный герой фильма «16-летний юноша по имени Джим». Маньяк становится любовником его матери, а параллельно Джим узнает, что это тот самый опасный убийца страны. С этого момента и начинается самое страшное и волнительное. Режиссер и сценарист намеренно не желают чинить зрителей. Они показывают события с точки зрения жертв, причем овца в итоге становится волком. И этим фильмом Джастин Курзель пытается перевернуть наши обычные представления о морали и убийцах. Это то кино, когда смотреть тяжело и больно, но не оторваться. Да, он здесь, конечно, переходит грань, но отвернуться от этого никак не получится. Похоже, против воли зрителя режиссер пытается найти красоту и харизму в серийных убийцах. И вроде бы у него это неплохо получается. Не зря на этот фильм можно прочитать только восторженные рецензии. Хотя бы вот посмотрите сегодняшнюю газету «Дэйли Телеграф». В общем, надо решиться посмотреть это кино. Вы вряд ли об этом пожалеете.